Итак, киевская милиция перешла в наступление. По свидетельству местных журналистов, милиционеры вытесняют протестующих с баррикад в центре города. Здание мэрии оппозиционеры оставили сами за несколько часов до этого. Освобождать улицы милиция начала еще накануне вечером после решения окружного суда. Однако столкновений удавалось избегать. Демонстранты со снесенных баррикад сейчас стекаются на Майдан. Туда же власти стягивают милицию. Отряд «Беркут» за ситуацией в Киеве сейчас следит Владимир Синельников. Он на прямой связи со студией. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит в украинской столице и дошло ли до столкновений? Владимир, здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Программа на Non-Colonial Peace casual letter Однако серьезных ранений, по всей видимости, никто не получил. Также сообщают о том, что один из спецназовцев потерял сознание во время захвата баррикады. Однако это связано с тем, что милиция уже в течение, по крайней мере, суток находится на ногах, не имеет смены, фактически не отдыхает. То есть, по сути, резервов у официального Киева сейчас нет, и они одну и ту же группу милицейского спецназа используют для разгона всех баррикад. Несколько часов назад уничтожили еще одну баррикаду на углу улицы Брушевского и Кривостного переулка, и это означает, что сейчас разыгрывается силовой сценарий. Если быть совершенно точным, то Киевскую мэрию еще удерживают манифестанты, однако просто они вывели оттуда всех, кто не готов вступать в конфликт с милицией, то есть решительно защищать здание мэрии. Там остается только охрана, в основном молодые, крепкие мужчины, которые забаррикадировались и готовы защищаться. Там отключена электроэнергия, то есть все будет происходить в полной тематике, но пока что милиция не штурмует здание Киевской администрации. Опять-таки повторюсь, по всей видимости, это связано с тем, что у нее просто нет резервов. Да, Владимир, а есть ли среди оппозиционеров задержанные? Сообщают о двух задержанных во время разгона баррикады на улице Брушевского, но во время вот только что завершившейся акции никого не задержали. Ольга? Да, спасибо большое. Это был Владимир Синельников из Киева. Там милиция сейчас вытесняет протестующих из правительственного квартала и разбирает баррикады. К другим темам. Депутаты Госдумы сегодня намерены выступить со специальным заявлением о ситуации на Украине. В проекте документа говорится, в частности, что несанкционированные митинги, а также захват и блокирование административных зданий приведут к дестабилизации в стране и чреваты серьезными последствиями как в политике, так и в экономике. Кроме того, депутатов возмущает вмешательство иностранных политиков в дела Киева. Помимо ситуации на Украине сегодня на пленарном заседании Госдумы рассмотрят несколько законопроектов, в том числе об уголовной ответственности за пьяную езду и неуплату налогов, а также о внесении в закран паспорта россиян отпечатков пальцев. Субтитры создавал DimaTorzok